Вот у вас есть спокойный вечер пятницы. Вроде бы ничего плохого не происходит. Вы ожидаете, кстати, спокойно попить пиво. И вдруг проект ложится. После первого получаса состояния на ушах приходите к выводу, что проблема с базой. Когда вы пытаетесь понять, что у вас с базой происходит, вы в самом тяжелом случае выясняете, что у вас нет вообще никакого мониторинга на базе. И в лучшем случае, что у вас есть, это консоль к базе и логи. Если есть мониторинг, уже проще, но на самом деле ситуацию не облегчает. Соответственно, начальство стоит на ушах. Срочно надо что-то делать. Поскольку в последнее время достаточно много стало ситуаций, когда выделенного деба в компании нету, а зачастую даже нет выделенного сисадмина, то подобные задачи очень часто оказываются просто на разработчиках. Соответственно, я попробую рассказать о том, каким образом для разработчиков в основном, хотя и для остальных будет интересно, собственно говоря, что в таких случаях делать, хотя бы куда смотреть. Собственно говоря, я это рассказываю, исходя из своего опыта. Я занимаюсь администрированием Postgres SQL, как внешний консалтер, больше последние 15 лет. В нашей компании сейчас 8 опытных деба работает на полной ставке. Соответственно, есть один разработчик поджига с SQL, который имеет несколько патчей закомиченных. Соответственно, и к нам можно обращаться, если у вас есть какие-то вдруг проблемы возникают. Из анекдотических историй, как-то реально в пятницу в 10 вечера к нам позвонила одна достаточно известная компания, у нас все легло. Почините нам срочно сейчас. Ну вот в пятницу в 10 вечера сидели, чинили. Так бывает. Собственно говоря, вот большая часть того, что я буду рассказывать, это набранность реального практического опыта. Что делать, если база лежит? Соответственно, мы также занимаемся обучением, консалтингом и обеспечиваем круглосуточную поддержку баз данных, если заказчику это удобно. В общем, на этом я маркетинговую часть заканчиваю и приступаю, собственно говоря, к основной части. Это неинтересно. Вот. Соответственно, тут очень правильный текст. Если с базой у вас плохо и у вас нет нормального мониторинга, чем-то это напоминает диагностику совершенно бессознательного пациента, привезенного скорой, про которую вы не даете ничего, кроме того, что он без сознания. Вот реально. То есть вот и называется, и срочно поднимите его на ноги. Всякое бывает. Зачастую, если за базой не смотрят и проект давно развивался, проблемы у базы могут быть комплексные. В том смысле, что если у больного перелом ноги, то это совсем не значит, что у него не может быть из-за одного воспаления легких и из-за одного отравления. В результате чего вы исправляете одну проблему, думаете, что вы выдохнули, все хорошо. Оказывается, сразу вылезает какая-нибудь вторая проблема, которую тоже надо лечить прямо сейчас. Бывает вот так вот. Соответственно, то же самое и с базой. То, что процессор перегружен тяжелыми запросами, совершенно не исключает одновременно наличие проблем с дисковой системой, лагов в сети или забытой долгой транзакции. Бывают очень интересные комбинации проблем, каждая из которых сама по себе не вызывает никаких серьезных проблем с производительностью, но вот вместе они проект просто роняют достаточно оперативно. Что еще важно сказать? Зачастую пытаются исправить проблемы с тормозами на базе, в принципе не понимая, в чем, собственно говоря, проблема, из-за чего она тормозит. Собственно говоря, не поняв ни где она тормозит, ни почему она тормозит. Пару лет назад была совершенно милая история, когда одна компания, выяснив, что у нее сервер с базой тормозит, купила сервер в два раза мощнее, то есть в два раза больше процессора, в два раза больше памяти, диски побыстрее поставила. Все так же тормозит. Почесали репу, подумали, подумали, поскребли по банковским счетам, купили сервер еще в два раза быстрее. Она все равно тормозит. Позвали нас. В течение первых полчаса выяснилось, собственно говоря, что была проблема в том, что у них был гигабитный Ethernet забит. Поэтому от того, что они ставили сервера в два раза быстрее, в общем говоря, им от этого сеть быстрее не становилась. А сервер прекрасно справлялся и старый, если ему поставить, сделать 10-гигабитную сетку. Вот бывают вот такие вот истории. Поэтому прежде чем бросаться, наращивать железо, менять версию базы, надо понять, в чем беда. Без этого вы только потратите время и с хорошими шансами потратите еще много денег. Зачастую, собственно говоря, как я уже сказал, наращивание серверных ресурсов могут не помогать вообще. Либо, если, собственно говоря, помогает, в какой-то момент очередное удвоение ресурсов сервера просто начинает стоить запретительные цены. Да, даже на Амазоне можно там ЕЦ2 взять очень мощную, но вот если вам надо будет ее удвоить, там цена уже станет такая, что дешевле, наверное, пару новых машин взять. Поэтому позиция, что нам не надо подумать про производительность и не надо анализировать, где у нас узкие места, мы просто возьмем железку побыстрее, она достаточно быстро при росте проекта выясняется, что вот оно не работает. Хуже всего, оно зачастую выясняется в какой-нибудь пятницу вечером или в начале распродажи какой-нибудь в интернет-магазине. Когда просто происходит пик нагрузки. Вот теперь посмотрим, что с точки зрения деба. Попробую рассказать для разработчиков и других деба, собственно говоря, какие ресурсы могут на сервере закончиться. Собственно говоря, из чего состоит сервер? Так вот если не по железным компонентам, а с точки зрения работы базы. Собственно говоря, это процессор. Тут все просто. Диски. Там уже становится интереснее, потому что там есть много интересных вариантов, как они могут себя вести неправильно. Сеть. Внутренние ресурсы базы и память. Как ни странно, вот любой из этих ресурсов неудачное его окончание вызовет замедление работы с базой вплоть до полного паралича. Теперь я хочу сказать, что значит база тормозит. С точки зрения приложения это значит, что база не отвечает для приложения за то время, за которое приложение ожидает, что база ответит. То есть это единственный основной критерий. Вот то, что у базы занят процессор на 100%, если она отвечает при этом с достаточной приложению скоростью, в принципе это неприятно, но это не является какой-то кризисной ситуацией. А вот если там процессор вроде ничем не занят, а база отвечает в 10 раз дольше, чем должна, это уже проблема. Вот поэтому одно важное замечание, если у вас есть мониторинг, очень-очень рекомендую мониторить среднее время ответа базы не со стороны базы, а со стороны приложения. Тогда вы будете иметь некоторую единую метрику, по которой сможете понять, есть у вас какие-то проблемы с базой или нет. Если время ответа начинает резко расти, и вы видите, что проблемы с приложением, тогда надо идти к базе смотреть. Если же время ответа базы не растет, значит проблема в каком-то другом месте. Это тоже очень частая анекдотическая история, когда говорят, что тормозит база, а после часа изучения ситуации выясняется, что тормозит мем кэш, упал один из фронт-энд серверов или еще что-нибудь. Почему-то сказать тормозит база, потому что под фонарем. Там искать проще. Если есть люди, к которым можно обратиться, они найдут проблему, даже если это проблема не в базе. Тоже бывает. Теперь давайте разберем по ресурсам, по пунктам. Первое, что я делаю, когда мне говорят, что проблема с базой, это я захожу туда по SSH и набираю топ. Просто быстро взглянуть, что вообще, черт возьми, происходит. Зачастую уже просто по топу можно достаточно легко понять, выдвинуть какие-то версии, в чем проблема. Не всегда, но это первое, куда надо смотреть. Я дальше чуть более подробно расскажу. Ну и, соответственно, если по топу ничего не понятно, дальше надо, соответственно, уже включать более утилиты второго уровня. Это vmstat, perf. И если уж совсем ничего не понятно, то иногда полезно посмотреть strays. вот, соответственно, что в случае дисков? Если вы думаете, что у вас проблема с диском, то, опять же, есть первая линия, iostat. Простая утилита, дубовая, всегда работает и почти всегда позволяет понять, что происходит. Когда она не помогает понять, что происходит? Когда у вас виртуализирует виртуалка, и вы не можете запустить iostat на хост-системе, потому что изнутри виртуалки вы не поймете, что происходит с реальными дисками на реальном железе. Ну и если у вас сторож внешний, там тоже бывают интересные приколы, когда он вроде бы по его стату отвечает быстро, а по факту отвечает не очень хорошо. Вот, если, соответственно, и вторая линия утилит, это и о топ, чтобы посмотреть, кто ее использует больше всего, и pro-mdstat, если у вас программный рейд или утилит управления аппаратными рядами, если у вас используется аппаратный рейд. Идем дальше по инструментам. Соответственно, если для того, чтобы быстро проверить сеть, то что надо сделать? Первое, что надо сделать, если вы подозреваете проблемы с сетью, это сделать пинг от базы к серверам приложений. Просто прямой пинг. Понять, собственно говоря, быстро ли отвечает сеть. Опять же, рассказываю совершенно анекдотическую историю, когда был проект у Хедзнера. Уже смешно. И, соответственно, в какой-то момент перестал хватать базы данных и попросили сервер в два раза мощнее. Ну, хорошо, поставили. Хедзер поставил сервер в два раза мощнее. И тут переключились на него. И тут проект тупо лег. Чудеса. Смотрим пинг. Видим 50 миллисекунд пинга между двумя стойками соседними. Где-то сеть была перегружена. Соответственно, пришлось просить о переносе сервера в конкретную стойку, на конкретный свитч. И тогда, конечно, проблема устранилась. Вот так вот тоже бывает. И, соответственно, если вы подозреваете проблемы на интерфейсе, то и в стад тоже полезно. В общем, фактически это краткий курс админа и деба для программистов, получается, в каком-то смысле. Аварийного админа и аварийного деба. Вот. И ресурсы базы, соответственно, всегда. Единственный инструмент для анализа ресурсов базы это командная строка PSQL. И, соответственно, запросы к системным вьюсам. Про ресурсы базы я чуть-чуть коснусь, конечно, но про это написано сотни, десятки презентаций, пяток книжек. Я не буду на этом особенно концентрироваться, потому что вот это вот уже многие программисты с этим неплохо сами ориентируются. Ну и по памяти, соответственно, опять же топ. И полезно взглянуть на ProCamM.info для того, чтобы понять, как память распределена. Если это не помогает, то, опять же, VMstat и NomaCTL, если у вас non-unified memory access, то есть на сервере, что, в общем-то, как правило, на любых двух и четырех сокетных машинах так сделано. Вот. И есть некоторый общий инструмент, написанный одним из наших сотрудников PG-центр. Это некоторая команда лайн-утилита, которая просто запускает и показывает состояние и постгресса, и сервера, и дисков, и всего, всего по чуть-чуть. Он делает некоторую текстовую картинку, по которой все основные болевые точки в принципе обычно видны. Ну, не все и не всегда, конечно, но вот если он стоит, то его полезно посмотреть, потому что там зачастую на одном экране очень много чего будет видно. Что еще хочу сказать? Я очень прошу, если у вас продакшен, имейте графический мониторинг, потому что очень-очень-очень тяжело понять, что с сервером случилось, если мониторинга нет вообще. То есть если нету графиков, что было полчаса назад, то понять, почему стало плохо сейчас, как правило, становится в десятки раз сложнее. Тем не менее, я регулярно встречаюсь, когда приходят с запросом спасите нас или разберитесь, почему у нас все тормозит, а мониторинга нет вообще никакого. Вот теперь давайте, тут, к сожалению, будет много мелкого текста, ну вот, потому что вот так. И, соответственно, попробуем разобраться, какие частые проблемы в разных частях сервера бывают. Соответственно, ну вот самая классическая на самом деле проблема, это большая нагрузка на серверы, low-deverage там 50, 100, 500, весь процессор в юзер-спейсе, это, как правило, самое простое. Две проблемы. Если у вас вдруг с базой какое-то другое ПО живет, вполне может тоже съесть процессор. Я видел уже прецеденты, когда PHP съедал, когда Memcache съедал процессор. В общем, очень рекомендуется все-таки база это выделенные серверы. Здесь не получается хотя бы выделенная виртуалка с dedicated ресурсами. Вместе с базой очень опасно на продакшене что-то держать. Вот. Если же у вас база выделенная, то скорее всего это был какой-то релиз и выкатили какие-то новые неоптимизированные запросы. Зачастую там каунт звездочка либо просто там много быстрых запросов. И дальше соответственно используем pg-stat statements и анализ, чем занята база. Или смотрим мониторинг собственно говоря если у вас хороший мониторинг он показывает какой топ запросов у вас сейчас и вы начинаете по ним разбираться. Еще бывает кстати веселая история называется у нас отвалился мемкэш. Соответственно все запросы которые шли к мемкэшу теперь идут напрямую к базу. Запросы в базу быстрые но их вдруг стало в 10 раз больше. Соответственно база которая прекрасно справлялась справляться перестает. соответственно следующий более редкий случай но тем не менее вы видите что у вас высокий load average и высокий system load. Это значит что у вас сервер базы проводит много времени не в user space где пользователь работает а в system то есть время ядра много. Соответственно как правило причины тут две. Самое частое это у вас очень часто переустанавливается новое соединение с базой. У постгресса установка нового соединения это форк нового процесса запах нового процесса. Если у вас там форкается 1000 процессов в секунду у вас будет очень-очень все плохо. Когда это может происходить? Первое вы зарелизили код и почему-то отключили keep alive с базой. Без разницы на каком языке это происходит но это почти на любом языке можно устроить тот фокус чтобы на каждый хтп запрос соединение с базой переустанавливалось. Вот так делать не надо. Либо второй это тоже популярный вариант это почему-то пустили мимо pg-баунсера который как раз работает connection puller. Иногда та же проблема с высоким систем-водом вызывает вылезает на старых ядрах с non-unified memory access там будет но это в принципе уже часть про память. К счастью настолько старых ядер я уже почти не встречаю. Но вот там еще года два-три назад это была очень популярная популярная ситуация. Вот что дальше смотрим. Это все тоже мы только взглянули на топ. Вот ничего больше не надо. Соответственно набрали топ видим высокий low-deverage и очень много VA. VA это ввод-вывод и await. Соответственно единственная причина всего этого это перегрузка дисковой системы. Соответственно идем в раздел диски. И еще интересный вариант это если у вас виртуалка мы видим что достаточно высокий low-deverage и очень много ST. ST это still time это когда другие виртуалки на этом же физическом сервере отнимают процессорное время у вашей виртуалки с базой. Соответственно это значит что база живет на виртуалке без выделенных ресурсов. Другие виртуалки что-то там считают перегрузили весь процессор и базе просто не хватает ресурсов. Соответственно изнутри базы изнутри виртуалки вы этого не узнаете. Вы только узнаете факт что кто-то съедает ресурсы. Надо смотреть идти на уровень гипервизора и смотреть какая из виртуалок съедает процессор. Это вот из больших минусов минусов работы под виртуализацией. Если вы админите сервер и у вас есть доступ только на виртуалку то без доступа к гипервизору вы очень большое количество проблем просто не увидите. Потому что оно от вас вообще скрыто. Оно выше по уровню. Теперь разобрались с тем что мы можем быстро увидеть в топе переходим к разделу диски. Соответственно самая частая проблема это перегрузка дисков на чтение из-за неудачных запросов. Проще всего это иостат если будет много видите много чтения в байт в секунду там сотни мегабайт в секунду но мало в иопс операции до вывода скорее всего у вас пошли какие-то запросы под которых нет подходящего индекса. И соответственно перебираются таблицы линейным чтением и идет много линейного чтения с дисков. Соответственно дальше используя статистику базы через pgstat statement и pgstat user tables прекрасно можем посмотреть какие запросы вызывают эту проблему и соответственно прикрыть их индексами или убрать их из вашего кода по ситуации. То есть в данный момент мы еще все еще идем в ситуации когда у вас никаких аппаратных проблем на сервере не возникает. Что еще может быть? Как можно еще перегрузить диски? Если в его стат вы видите много линейного чтения одновременно много линейной записи то есть и пишем и читаем и не очень много операций ввода-вывода скорее всего у вас пошел или пошли какие-то запросы которые начали писать временные файлы которые пишут на диск то есть это значит вашим запросам перестало хватать памяти. Дальше соответственно используя pgstat statements и лог базы включив логирование всех временных файлов находим проблемные запросы дальше начинаем по книжкам и по тому начинаем по книжкам и по вашему опыту их оптимизировать. Иногда может быть диски перегружены просто одним запросом. Я как-то это видел запрос который написал 2 терабайта временных файлов потом место на диске таки закончилось и таки все упало. Тоже бывает. что еще бывает с дисками? Дальше мы приходим к более интересным вещам когда у вас начинаются аппаратные проблемы. Например у вас есть рейд и соответственно в рейде отказа одного из дисков или просто один из дисков начинает по чуть-чуть сыпаться. С SSD происходит сильно реже. SSD или работают или не работают совсем. С механикой она может типа работать но вот не всегда и вот тогда когда не всегда начинаются тормоза. К счастью опять же очень не рекомендуют даже думать о том чтобы ставить базу на механику сейчас. Забудьте механика это для архивов и для фотографий. Соответственно как это диагностируется? Вы более менее представляете сколько операций вывода вывода ваша дисковая система должна выдавать. А вы видите что выдает где-то четверть или десятую часть от этого и при этом полностью занято. Для программного рейда соответственно смотрим в прок MD стат смотрим не degraded ли он если degraded ну соответственно ищем в запасных запчастях диск находим вылетевший диск меняем. Либо что более правильно переключаемся на реплику сначала а потом уже начинаем менять диск на живом сервере. идея менять диск в soft 3D на продакшен мастер базе ну она иногда срабатывает а иногда нет. Вот для аппаратного рейда соответственно аналогично. Для каждого производителя рейдов есть свои утилиты управления которые показывают аналогичную информацию. Соответственно если у вас диск просто один так делать не надо но так бывает ну соответственно smart ctl смотрите данные smart и смотрите живой ли он. Что у нас дальше? Какие проблемы еще с дисками бывают? Опять же вот сейчас это уже редко потому что батареи рейд контроллеры с кэшом из батарейки были нужны для механических дисков. Для ssd к счастью это уже не надо но тем не менее все работало 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 вдруг утилизация дисков взлетела в небо высокие резко замедлилась скорость записи вот и соответственно смотрим в утилитах управления рейдом и оказывается у вас умерла батарейка вот как там батарейки на самом деле от обычных мобильных телефонов nokia на самом деле совместимые как минимум и умирают приблизительно так же через 2-3 года вот поэтому бывает вот так вот еще попробуйте в пятницу вечером запасную батарейку купить что еще бывает еще интересная история когда кто-то увидел что синхрон ускамит в базе сделан офф и решил что правильнее сделать он никому не сказав никого не спросил тоже бывает соответственно если у вас механика без кэширующего рейда у вас очень и очень плохо резко станет потому что время коммита и записи на диск очень и очень замедлится и у вас просто все тут начнет тормозить соответственно если вы его недавно синхронно с коммит включали и у вас стало больно значит надо попробовать выключить и дальше думать о переходе на SSD или на кэширующий рейд контроллер что у нас дальше вот это вот анекдот это очень очень популярный проблем про который почему-то большинство забывают сеть она не резиновая 1 гигабит это хорошо для домашней сети база данных если у вас есть возможность подключаете ее сразу десяткой почему надо делать так потому что когда у вас вдруг окажется что гигабита не хватает современный сервер баз данных гигабит дает только в путь у вас быстро окажется что самое сложное что заменить в вашей инфраструктуре это сеть потому что у вас гигабитный свитч стоит и сервер вы обновить можете а вот обновить сетевую инфраструктуру на 10 гигабит это сразу дорого сложно и главное нельзя делать почти на живую то есть сеть расшивается сложнее всего сразу планируете если у вас продакшн подрост сразу ставьте 10 гигабит или хотя бы планируете чтобы вы могли сделать в течение 1-2 дней то есть должно быть несколько портов у свитча десяток свободных подвозу вот какие симптомы при этом происходят на сервер смотрите процессор не занят диски не заняты приложение тормозит и база с точки зрения положения отвечает медленно соответственно диагностика по ifstat если нету графического мониторинга где полочка у вас будет прекрасно видна гигабитная вот соответственно по ifstat можете посмотреть что вся полоса уже занята можно сделать пинг между сервером и приложением и посмотреть что он слишком медленный вот это вот тот подземный стук который очень часто оказывается причиной тормозов про которые почти все забывают особенно микросерверсной архитектуре почему это популярно потому что там пытаются на дешевых серверах сделать я как-то видел микросерверсную архитектуру где на 100 мегабитах сделано было и когда все эти микросерверсы начинают через базу обмениваться данными 100 мегабит забивались на каких-то 10 или 20 пользовательских запросов в секунду что еще бывает с сетью как я вот рассказывал анекдот про хедзнер латенси то есть задержка на сети абсолютно то же самое как предыдущее сервер не занят но при этом приложение тормозит и база опять же отвечает медленно опять же по ifstat видно что сервер по ifstat ситуация другая по ifstat мы видим что канал полностью гигабит или там сколько у вас 10 гигабит не занят но при этом вы видите по пингу что вместо положенных там 1 десятый или 1 миллисекунды у вас почему-то 10 или 20 20 миллисекунд пинга латенси между приложением и базой это значит что если приложение делает 50 запросов базу для отработки веб-странички веб-страничка будет быстрее чем за секунду не отрисуется просто на времени сетевого обмена вот поэтому очень важно смотреть за задержками на сети из-за чего могут быть задержки проблемы с сетевой инфраструктурой то есть перегруженный роутер пережатый кабель где-нибудь просто если инфраструктура не ваша то вам ваш хостер вообще может ничего не сказать пока вы не припрете к стенке с цифрами и скриншотами вот и вот это тоже неприятный момент особенно когда латенси не постоянная а когда вот она вот сегодня есть завтра нету а через полчаса она опять есть очень полезно для этого как я говорил иметь график сетевых задержек между сервером базы данных и основными приложениями тоже позволяет эти проблемы ловить просто сильно проще что еще бывает бывает еще такая шутка как потеря пакетов в сети опять же это вот все сетевые проблемы они похожи в данный момент опять же сервер ничем не занят но отвечает медленно по ифтату не видно какой-то не видно какой-то особой загрузки но вот мы видим по пингу что уже идет один процент потери пакетов один процент для гигабита это уже очень много нормальная сеть терять пакеты не должна вообще вот бэкбон ваш терять пакеты не должен соответственно это надо идти либо к вашему хостеру либо к вашим одними номинами и разбираться что у вас сетью такое тут к сожалению просить я вам много не расскажу там много чудес бывает но это вот уже презентацию затянется еще часа на три что еще бывает я чуть оскорюсь потому что осталось 10 минут но в принципе я укладываюсь какие ресурсы базы могут быть заканчиваться самая популярная причина почему вот все было хорошо а вдруг стало плохо это называется забыли открытую транзакцию на базе то есть бэггин что-то сделали варианта два дальше либо приложение куда-то пошел по хтп не закрыв транзакцию и там уснуло там на часа на три либо разработчик соответственно пошел на базу что-то начал делать и забыл коммит сделать или роллбэк на любой ОТП базе через час два три пять в зависимости от количества запросов в секунду вам станет очень больно соответственно там видно что рост нагрузки на базу начинает линейно расти 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 пока собственно говоря ваше приложение не перестает работать вообще соответственно в зависимости от профиля нагрузки оно может быть и за пять минут так больно это еще один парамент который полезно мониторить собственно говоря возраст самой старой транзакции на базе и за ним надо следить в идеале поставить крон который все старое будет просто отстреливать то есть лучше пусть он что-то отстрелит и вы потом разберетесь что у вас зависит и кто что забыл чем у вас продакшен упадет от одной стрельной транзакции как правило продакшен не падает а вот от забытой транзакции падает вот что еще бывает более редко есть такая штука как забытая препаред транзакция препаред транзакция это подготовленная транзакция которая уже сделана но еще не закомичена есть такой механизм для многофадных транзакций симптомы абсолютно такие же но в pg-stat-activity абсолютно ничего не видно никаких транзакций открытых ничего ну вот есть отдельный специальный системный view pg-prepared экзакция где это сделано если же ваше приложение вы точно знаете что препаред не использован лучше эту штуку отключить потому что очень часто бывают ситуации что любопытные разработчики решают попробовать что это такое запрепаривал транзакцию и вообще забыл про нее или вот пуск ушел и вот вам на следующий день все упало что еще еще бывают проблемы с ресурсами базы это просто слишком много открытых коннектов к базе а по g-sql хорошо справляется с 50 коннектами к базе установленными а с 100 нормально с 200 более-менее с 500 или с 5000 уже не справляется вот соответственно проблема в том что слишком много памяти тратится и там внутренние проблемы на интерконнект между процессами начинают резко вылезать соответственно если вы видите что у вас больше тысячи коннектов к базе это уже повод поставить connection puller pg-bauncer опять же рекомендация любой нагруженный production если у вас приложение не имеет встроенного connection puller то обязательно между базой приложением должен стоять pg-bauncer потому что иначе это работать не будет ни под какой разумной нагрузкой что еще у нас есть что бывает если же у вас pg-bauncer уже есть предположим а дальше бывает другая проблема pg-bauncer не может выделять коннекты другим на работу если они заняты открытой транзакцией соответственно это бывает ситуация когда у pg-bauncer лимит puller коннектов заканчивается база не занята приложение очень сильно тормозит при работе а в pg-bauncer в show pulls видите много клиент много клиентов ждут освобождения коннекта к базе как правило это значит что ваше приложение почему-то не закрывает оперативно транзакцию ну например в приложении опять же открыть транзакцию пошли куда-то во внешний веб ресурс и он начинает почти медленно отвечать там медленно например вместо 100 миллисекунд 100 миллисекунд или там 10 секунд вот там приложение постоянно держит открытые транзакции там по 10 секунд pull в таком виде очень быстро заканчивается с памятью ну классическая параллельная с памятью это называется память закончилась сервер улетел в swap это в хорошем случае в плохом случае он улетел в world of memory и базовом ядр просто пристрелил тогда у вас база просто упала в world of memory но это вы быстро увидите в swap ну просто перегрузка дисковой системы даже на ssd swap это не быстро соответственно видите есть большое количество use swap большое количество ввода-вывода и соответственно значит если у вас сервер улетел swap либо вы слишком много коннектов открыли либо слишком много памяти на connect выделено либо слишком много shared buffers то есть надо переконфигуровать сервер чтобы этого не происходило что еще может быть последняя популярная проблема с памятью это много большой объем shared buffers ну сейчас 266 гигабайт памяти стали нормальными поэтому shared buffers можно там и 200 и 500 гигабайт выделить и много коннекторов и выключенные huge pages а у вас будет милая ситуация когда сервер иногда улетает от swap вообще без каких-либо причин то есть вроде бы у вас памяти хватает а вот на самом деле не хватает в таком варианте в общем рекомендация если вы видите в продакт meminfo большие пейдж табус в четверть наличной памяти на сервер или больше значит вам надо перенастраивать сервер и базу на использование huge pages это вот как раз проблема с тем что таблицы трансляции адресов занимают четверть или полной наличной памяти снимет вот я кажется уложился извините что я гнал под конец мне там показали что 10 минут соответственно вот есть 3-4 минут на вопросы да слушаю сначала он должен в микрофон задать вопрос а потом я этот микрофон обратно принесу раз уж такие дела здравствуйте а расскажите насколько вам приходилось отлаживать мастер-мастер репликацию в постгрессе насколько это опасно когда именно ну да я приблизительно такого ответа и ожидал но ожидал какого-то более развернутого например когда она начинает разваливаться прошу прощения поскольку мы пишем видео лучше было бы ответ в микрофон сказать в общем мастер-мастер может работать только в одном случае если у вас там есть 5 запросов в секунду на запись или там один запрос в минуту на запись как только у вас начинается большая активная конкурент на записи в несколько мастер-сервиров у вас быстро выясняется что идут конфликты и оно достаточно быстро разваливается единственный вариант мастер-мастера который можно сделать это когда один мастер пишет в одни таблики и второе в другие таблицы и они друг на друга реплицируются вот когда же два мастера пишут в одной и той же таблице в одни и те же строки оно будет разваливаться это естественный процесс ничего вы с этим не сделаете к сожалению и я боюсь что вы не сделаете ни на какой базе еще вопросы я видел руку я видел сначала ту руку это хорошая мысль большая спасибо такой вопрос как-то вы не упомянули по поводу особенностей ssd под базами данных есть некоторые нюансы вообще всегда полезно оценить как на физическом уровне происходит запись в ssd там много не скажем так вещей которые просто об этом не знаешь во вторых все-таки рекомендация когда у вас виртуалке там крутится какая-то база проследить доходит ли у вас стрим от виртуалки через все ваши гипервизоры аж до самой базы данных и всегда оценивать какая часть этого винчестера ssd используется потому что если например у вас не проходит трим и скажем ваш рейд ssd дает 500 мегабайт но вы заполнили на 80% внезапно ваши 500 мегабайт в секунду превращаются в 20 и это может быть не очевидно спасибо одну минуту тема вопроса это было очень правильное замечание просто вот этот момент происходит неожиданно в пятницу вечером обычно то есть это самого начала надо при планировании архитектуры учитывать при развертывании вот я вообще большой противник использования любой виртуализации под нагруженными базами вот голое железо и вперед для разработки делайте что хотите нагруженная продакшен извольте поставить физическую железку и не мучить ни админов ни железа итак момент у нас еще два вопроса которые должны быть короткими здравствуйте такой вопрос в принципе оптимизации рано или поздно могут заканчиваться как минимум когда мы упремся вместо там максимальные объемы ssd и так далее вот поэтому у меня вопрос такой какие средства шардинга вы можете порекомендовать сможет как только я ему микрофон отдам это слегка автопик но последний самый большой сервис sd который я видел был 60 терабайтами вам мало в принципе мой шардинг делается но шардинг на самом деле это задача приложения вот не надо пытаться делать функции шардинга средствами базы вы целее будете ну после того как мы померились длиной терабайтных серверов размерами извините у нас последний вопрос подскажите по поводу проблем высвобождения памяти под систему базы базой подрос а как это можно решить и как лучше решать чтобы менее болезненно момент я проснулся пока бегал с микрофоном вот что я могу порекомендовать поставить pg-баунтер и ограничить количество одновременно установленных коннектов к базе до количества физических ядер на сервере умноженных на 2 или на 4 в таком варианте у вас память будет не будет забиваться базой а ну это уже совсем автофик давайте как-нибудь потом в принципе я pg-repac pg-repac это лучшая утилита которая позволяет на лету все сжимать без блокировок я ее сейчас рекомендую и мы ее сейчас активно используем все спасибо что слушали меня ну а Продолжение следует...